В кадрах оперативной съёмки полицейские ждут предполагаемую мошенницу у подъезда. Просят предъявить документы, а затем уже везут в отдел полиции. Сопротивления она не оказывала. Эта дама представлялась Наталье и предлагала билеты на лучшие новогодние представления с большой скидкой. Информация об этом попадала в районные чаты для многодетных семей. В конце ноября десятки родителей перевели и деньги, но билетов так и не получили. Я, собственно, прочитала это объявление в нашем чате в районном, где предлагались по очень приемлемой цене билеты на очень хорошие топовые ёлки. То есть это Кремль, это Христа Спасителя, это Авербуха, собственно, на которую я и взяла два билета. Среди пострадавших многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. На данный момент написано 18 заявлений, но, как считают полицейские, реально пострадавших больше. Сейчас в масштаб бедствия, ну, мы посчитали приблизительно это полумиллиона. Ёлкин, которой Наталья и обещала билеты, уже прошли. Добиться внятного ответа, куда ушли деньги, у родителей не получается. Никакой вины за собой задержанная не признаёт. Полностью всё будет возвращено, потому что я не собираюсь никого обманывать. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Но кроме возбужденного уголовного дела в полиции приняли ещё одно решение, которое оценили самые маленькие пострадавшие. Каждому, значит, выделить билеты, чтобы новогодняя ёлка прошла у детей нормально. Это самый большой удар для детей. Дети ждут какого-то новогоднего чуда, и оно не случилось. И всё-таки случилось прямо в отделении полиции. Слышали мы здесь? Есть у нас маленькая девочка Аня. Аня, как и другим ребятам, подарили билеты на новогоднее шоу во дворец гимнастики Ирины Вина-Русмановой. О-о-о!